Тема сегодня трудная, но, я так понимаю, она касается большинства, не только слушателей, но и вообще людей. И мне так кажется, что женщина может быть в большей степени, чем мужчина. Эта тема называется «Проблема принятия решений». А люди сталкиваются с этим в своей личной жизни, когда они не знают, уйти им из семьи, оставаться, продолжать отношения или закончить. Ну, много что связано с проблемой принятия решений в личной жизни. Примерно такая же проблема существует и на работе, когда... Ну, в России вообще это особая статья, большинство людей своей работой недовольны, это известно. При этом не уходит. И при том, что есть, скажем, японский сценарий, когда люди работают в одной компании десятилетиями, американский сценарий, когда люди примерно раз в пять-семь лет работу меняют. Вот российский сценарий непонятен. И одна из причин – это тоже проблема принятия решений, но, видимо, связана с какими-то страхами. А многие люди, не зная, как им реагировать или поступать, они теряются. Очень многие, особенно женщины, ждут решения от других людей. То есть они как бы хотят что-то сделать, но, скажем, женщина, например, хочет уйти от мужчины. Но до тех пор, пока мужчина что-нибудь ещё не выкинет, она, скорее всего, от него не уйдёт. То есть она ищет какой-то повод, и получается, что её решение напрямую зависит от решения мужчины. Всё это объединяет страх. Страх перед принятием решения. И последнее в этом списке – перекладывание своих решений на других людей и на обстоятельства. Вот такая вот нелёгкая, но животрепещущая тема. Но не могу не порадоваться слушателям. Вот я зачитаю прямо первые же сообщения. Вот послушайте. Мне 16, бывшая взрослая любовница хочет от меня ребёнка. Моя девушка бесплодна. Что делать? Эмиль, какие у вас проблемы в 16 лет? Дайте-ка я Константину отвечу, а потом вернусь к вашему вопросу. Константин, доброй ночи. Доброй ночи, Михаил. Значит, у меня вопрос, касающийся не семьи, как бы, в плане того, о чём вы говорите в эфире, а немножко о себе. Да. Значит, ситуация такая, что вот я анализирую свою ситуацию, и у меня такое впечатление, что я нахожусь как бы в треугольнике, который можно ограничить такими точками. Это страх, неуверенность в себе и, ну, короче говоря, проблема в принятии решений вообще по жизни. Но вот вы обозначили точками те причины, которые провоцируют эту проблему. А задайте, Константину, лучше свой вопрос. Проблему вы объяснили, а теперь ваш вопрос. Понимаете, мне трудно принять вот решение, скажем, по бытовым проблемам, скажем, ну, ремонт в квартире. А вы можете привести конкретный пример, который мы можем достаточно быстро обсудить? Ну, вот, например, скажем, ремонт в квартире тот же. Мне нужно, скажем, сформулировать просто вот, что мне нужно сделать. И вот я как-то затрудняюсь просто в принятии решений. Вот то ли это, то ли то, вот то ли так, то ли сяк. А что у вас происходит, когда вы сталкиваетесь? Ну, я не знаю, мы сейчас еще о строим материалах говорим, о строительных работах, о бюджете, о чем конкретно? Ну, здесь все факторы влияют. Нет, это общий разговор. Я всегда люблю конкретный разговор. Ну, да. Вы хотите сделать в квартире ремонт. Вы не можете решиться, потому что вас что-то тормозит. По поводу чего вы переживаете, не можете принять решение? По поводу того, что вы не сможете, как бы, оплатить ремонт? Или по поводу выбора чего-либо для ремонта объясните? Ну, вот в том-то и дело, что здесь, как бы, совокупность факторов. Я просто, вот, не могу, как бы, сконцентрироваться на какой-то одной проблеме. Вот, Константин, как раз я хочу вам по этому поводу сказать. Вы тоже меня должны понять. У нас ток-шоу, да, программа. У меня нету часа, чтобы мы эту программу обсуждали. Но вот я не зря вас спрашиваю о конкретных вещах. Вот на этом этапе уже начинается проблема. Почему? Потому что мы не можем говорить. Вы не говорите, что у меня, может быть, денег не хватит, я этого боюсь. Или я всегда стою перед выбором, то мне розовую плиточку взять, то ли зеленую. Почему? Потому что вообще сама мысль о том, что требуется совершение каких-то действий и некоторые изменения в жизни, она уже вызывает страх. А страх, в свою очередь, перекрывает всякую способность аналитически мыслить и принимать решения. На самом деле, как вы понимаете, это не зря такой бытовой пример. А бытовые вещи, они ведь решаются абсолютно рационально. Если вот не говорить, что я вообще не знаю, потому что совокупность, а отдельно взять бюджет ремонта, сроки ремонта и то, что вы хотите, выписать это на бумаге, прочитать то, что вы написали, осмыслить это и принять какое-то решение, хотя бы по одному вопросу. Например, вообще будете вы делать ремонт или вы к нему еще не готовы? Вы можете сказать, я к нему не готов, и отложить этот ремонт, потому что насиловать себя и делать, потому что вы когда-то решили его делать, это загонять себя в стресс. Но, к сожалению, я еще раз прошу прощения, это все-таки радио, а не консультации, поэтому это то, чем я могу ограничиться. Возвращаемся к 16-летнему Эмилю, который уже в 16 лет, и бывшая взрослая любовница хочет ребенка, и девушка бесплодна. Эмиль, вот я не понял, неужели ваша девушка хочет рожать или это вы хотите, чтобы она вам родила в 16 лет, и у вас только проблемы с ее бесплодием? И вот дальше Эмиль спрашивает, что делать? Это как раз ситуация проблемы принятия решения. Значит, давайте мухи с котлетами как-то разъединим. Значит, то, что ваша девушка бесплодна, это проблема вашей девушки. То, что взрослая любовница хочет от вас ребенка, это проблема вашей взрослой любовницы. А теперь остается то, что нет в вашем вопросе, что хотите вы. Вот когда, Эмиль, вы таким образом начнете мыслить, то вам будет проще принимать решение, потому что ваш вопрос вообще не с вами связан. Он связан с другими людьми, у которых есть свои проблемы. И вы, собственно, пишете по поводу их проблем, не по поводу своей. Вам надо понять не, что от вас хочет любовница и как решить проблемы в бесплодии вашей девушке, а вам надо спросить себя, что вы сами хотите. Тогда будет проще. Анна, 18 лет. Михаил, страшно представить, какого вы обо мне мнения. Ваш комментарий заставил задуматься о самооценке. Мой вывод – все в норме. А о приставании преподавателя к 17-летним студенткам думает недопустимо хотя бы из-за субординации. Вот, Наташа, вот ответь мне на вопрос. У нас часть слушателей имеет проблему со слухом. Аня, при чем здесь субординации преподавателей и приставания? Я не знаю даже, как реагировать. Я думаю, что просто многие слушатели вспоминают прошедшие программы и продолжают общаться в позапрошлых эфирах. Это как в том эстонском анекдоте, когда эстонец приходит к доктору Ролгу и говорит, доктор, у меня с конца капает, может быть, венерическое заболевание. А доктор говорит, а когда вы последний раз занимались сексом? Он говорит, ну, где-то год назад. Он говорит, ну, сейчас вы, наверное, кончаете просто. Аня, я прошу вас тоже, держите себя в руках. Но нельзя так вот в себе неделю носить вопрос, недель недавно сегодня у вас стух просто уже. Единственное, что могу предложить, еще неделю потерпеть. И последнее воскресенье месяца, вот о чем хотите, о том спрашивайте. Для этого дается один раз в месяц и суббота, и воскресенье, чтобы люди, которые даже что-то забыли в попыхах, имели возможность потом об этом спросить. Вот Андрей. Ну, трудно сказать, по теме или не по теме. Я прочитаю вопрос, что слушателям решает. Женщина, как известно, является инициаторами разводов. Почему? – спрашивает Андрей. С этой точки зрения, Андрей, принятие решений, женщины действительно ведут себя очень оригинально. Дело в том, что по статистике, и в этом Андрей прав, 70% инициаторов развода действительно женщины. Они же являются практически стопроцентными инициаторами брака, как правило. Возникает действительно вопрос, почему. У меня есть на это простой ответ. Настолько, видимо, достали мужчины, что, ну, не в моготу просто. Для этого, Андрей, надо знать причины развода в Российской Федерации. А первое место по причинам развода в Российской Федерации является алкоголизм. Я, надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Галина спрашивает, вот как действительно тему зацепило. Как заставить себя сделать решающий шаг и сменить работу? Дело не в оплате, просто в 43 года чувствует себя девочкой на побегушках, надоело. Галина, вот вы внесли в понятие работы свежую струю. Вообще, работу можно условно расчленить на две составляющие. Одна из них – деньги, и другая – это тот интерес, который вы на работе имеете. Интерес может быть прямой и косвенный. Прямой интерес, когда вам просто нравится ваша работа. Косвенный – когда работа является, скажем, некой лестницей карьеры. То есть вы не саму работу любите, а любите эту возможность работы реализовываться. Ну и деньги, как я уже сказал. У вас возникла еще одна идея, связанная с самолюбием. То есть если вы пишете дело не в оплате, то оплата вас, судя по всему, удовлетворяет. Вас, как бы, я понимаю, удовлетворяет ваш статус, если вы называете себя девочкой на побегушках. Значит, тут в чем проблема, Галя. Такие вопросы невозможно решать, исходя, например, из-за уязвленного самолюбия. Я объясню, почему. Если вы останетесь на работе, вы будете корить себя за то, что не нашли в себе силы уйти с нее. И будете считать себя, продолжать считать себя девушкой на побегушках. Если вы уйдете с работы, не будучи готовым к этому ходу, и не будучи готовым к поиску новой работы, то вас будет, во-первых, одолевать страх, потому что эта работа у вас уже есть, вам 43 года, и вы не знаете, что с вами будет дальше. Почему оба этих варианта, они вам не помогут? Потому что оба эти варианта носят эмоциональный характер. Остаться для вас – это как бы сдаться. Вот быть нерешительной, не смочь принять решение, уйти от этого. А уйти с работы – это тоже эмоциональный поступок, потому что если бы вы хотели уйти, вы вообще даже не писали. Значит, вы будете бояться. Вы будете всем спрашивать себя, правильно ли я сделал выбор. Это может, кстати, повлиять на поиск новой работы, потому что неуверенность, она чувствуется даже во время собеседования, когда вы там резюме рассылаете, вас приглашают, но и на лбу у человека написано, что он сейчас сильно тревожится, а вдруг он останется без работы. Я думаю, что единственным правильным принятием решения является решение не из-за самолюбия, а из-за каких-то более простых вещей. Вы можете спросить себя, вот мне 43 года, я получаю некие деньги, которые там меня устраивают. Меня не устраивает мой статус. А если я уйду на другую работу, могу ли я получить другой статус? Не буду ли я девочкой на побегушках на другой работе еще с потерей денег? Надо спокойно изучить рынок, спросить себя, во-первых, что вы хотите, посмотреть, есть ли вакансия на рынке в том, что вы ищете, и сколько за это платят. Тогда решение придет само. Ну, я понимаю, мне легко, сидя в эфире, об этом говорить, а вам сложно все это сделать, потому что вы все время переживаете по этому поводу. Данила, 22 года. Замечательная тема. Проблемы принятия решения, или вернее ответственности за их последствия и наследие совка. Это касается и работы, и личной жизни. Интересный, Данила, поворот нашего разговора. Да, это даже не, вы пишете, не проблемы принятия решения, а вернее ответственности за их последствия. Но можно и так сказать, что внутри страха перед решением является страх перед последствиями этого решения. Не могу сказать, что исключительно это какая-то совковая ментальность. Это, мне кажется, происходит на индивидуальном уровне. Дело в том, что в советское время страна жила относительно стабильно, и решение можно было принимать хотя бы по той причине, что были более-менее известны правила игры, чего, собственно, нет сейчас. Поэтому не могу сказать, что это наследие совка, не знаю. Думаю, что это личностные проблемы. Я в этом году закончил вуз, устраиваясь на работу. Отец требует устроиться по специальности, а я не хочу. О, классика жанра. Люблю такие вопросы. Боюсь, что в будущем так же будут зависеть от любимого мужчины, охоящей свободы, пишет Наталья. Наталья, вы уже просто умница. Вы уже соображаете на много лет вперед. И что самое грустное, абсолютно ведь правы. Потому что если вопрос стоит, что хочет отец, то дальше вы действительно будете зависеть даже не только от любимого, а еще, может быть, и не от любимого мужчины. Это уж как жизнь сложится. А вы дальше пишите «хочется свобода». Это еще Лич заметил, что свободу никто не даст, ее как бы придется вырывать с корнем самому. Дело в том, что ваш отец требует устраиваться по специальности, и если вы будете делать то, что хочет ваш отец, вы будете буквально решать его проблемы. То есть у отца по вашему поводу есть свой план, есть свои соображения. Притом это могут быть самые лучшие соображения. Но это его жизнь и его представление о том, чем вы должны заниматься, где вы должны работать и так дальше. Вы будете действительно решать чужие проблемы. У отца будут тоже с этим в результате проблемы, потому что претензии вы будете направлять к нему же. Если у вас на нелюбимой работе начнутся какие-то сложности, вы будете обвинять в этом отца. Отец на это, скорее всего, скажет, что он думал, что так будет лучше, а вы типа вообще сами не справились. И могло быть лучше. Чтобы этого избежать, надо сесть с папой и сказать, папа, я тебя очень люблю. Я понимаю, что ты обо мне заботишься. Но если мы уже о работе говорим, даже не об учебе, то это моя жизнь. И я хочу работать там и так, как я хочу. На что ваш папа, скорее всего, скажет, что зря вы не слушаетесь, что ничего у вас не получится. И это не то, что вам нужно и так дальше. На что вы и папе можете ответить? Что очень может быть, что он прав. Но никто не может проживать за меня мою жизнь. И если у меня не получится, значит, у меня не получится. Если я ошибусь в выборе работы, то это я ошибусь в выборе своей работы. А если я, папа, пойду по тому, как ты требуешь, даже тут слова просьбы нет, есть слово требования, то я не буду знать, а что хочу я, потому что я буду жить некой чужой жизнью. И последнее, Наталья. Судя по глаголу требует, я понимаю, что вы находитесь в некой экономической зависимости от папы. Это, кстати, в свое время будет касаться, как вы пишете, любимых мужчин. Если вы хотите принимать решение самостоятельно, а ко мне в консультацию приходят периодически родители с подростками, которые почему-то через меня пытаются внушить своим подросткам, что им надо там мучиться, там, где мама с папой говорят. И я смотрю на подростков и прекрасно понимаю, что уши их уже вянут, но они ничего сделать не могут. Денег у них просто на это нет. Но что я хочу сказать? У Натальи другая ситуация. Наталья на работу выходит, деньги может сама заработать. Поэтому я сразу хочу обратиться к всем зависимым людям, от которых кто-то что-то требует. Если ваша проблема в том, что вынуждены подчиняться, потому что вы материально зависимы, или не только материально, еще как-нибудь, то вы должны признать, что у вас есть такая проблема, выйти из этой зависимости любым способом. Хоть вот вагоны разгружаете, я не знаю как. И тогда вы сможете позволить себе заниматься тем, чем вы считаете нужным. В ситуации, когда, например, у Натальи, я сейчас теоретизировать могу, Наталья неподробно пишет, могу догадываться. Папа скажет, ну хорошо, Наташа, будет по-твоему, только мы там отказываем тебе от содержания. Живи как хочешь, но на свои деньги. Вы должны знать, и все подростки должны понимать, что если родители вас кормят, то у них, у многих, не у всех, слава богу, есть идея, что они и сами будут, собственно, решать, чем и как вам заниматься. Подумайте об этом. Это касается не только подростков, это, например, касается очень многих жен, которые экономически очень зависят от своих мужей. Поэтому все, что вас интересует, и все, что не вошло в сегодняшнюю тему, оставьте до субботы и воскресенья на следующей неделе. До этого времени я с вами, собственно, и прощаюсь. Пока.